Два года назад, когда я записывал вот это видео, я сам про себя рофлил, думал, ну кому это надо, кто не разбирается в том, что нужно купить. Но на деле ролик оказался полезным для тогдашних новичков. Тогда у Destiny появилось бесплатное издание и было два дополнения. Сейчас, в 2021 году, у игры есть и переработанная бесплатная версия, и три аддона, и куча сезонов. За это время Destiny 2 будто бы специально выстроила целый каскад баррикад и препятствий для новой аудитории. Куча разных изданий, дополнения, что-то бесплатно, что-то очень платно, хранилище контента, вдобавок к этому в интернетах постоянно всплывают заголовки игровых пабликов про то, что в Destiny опять у игроков контент отбирают. Теперь вот недавние новости про платные подземелья. Всё это не просто проблема, это действительно большой клубок, который мне-то распутать было непросто, чтобы вам объяснить, не говоря уже про новых игроков, которые хотят начать играть в Destiny 2. Так что я задался целью сделать видео, которое доступно объяснит человеку, который решит в конце 2021 года, ну или в начале следующего года, начать играть в Destiny 2. На что ему нужно обратить внимание, и что облегчит возвращение или старт в Destiny 2. Но сначала небольшое сообщение от спонсора этого видео, игры Мех Арена. Мех Арена это современный шутер для твоего смартфона с динамичными сражениями гигантских роботов. В любую минуту, когда тебе захочется отдохнуть или выпустить пар, Мех Арена подойдёт как нельзя лучше. Но сам посуди, как тут можно остаться равнодушным? Мне вот эти мехи напомнили старые игры, в которые я играл в детстве, только тут графика в сотню раз круче. Каждого меха можно кастомизировать и сделать уникальным, таким, каким хочется именно тебе. Вот только посмотрите на разнообразие этих вариантов. Вот этот мне особенно понравился, сразу видно, что с ним шутки плохи. И ведь настраивать можно не только внешний вид, но и наборы оружия, что сделает тебя не только самым стильным роботом, но и самым мощным. В течение этого месяца в игре проходит ивент, в котором вы можете получить потрясающие ежедневные приветственные награды, и спробовать кучу классного оружия, в том числе самое популярное оружие в игре – диск лаунчер. Так что лучший момент, а чтобы начать играть, просто не придумать. Игра совершенно бесплатна на Android и iOS, а по моей ссылке в описании или по QR-коду на экране вы можете получить скин Desert Digital, 200 А-коинов и 10 тысяч кредитов, что отлично поможет начать вам игру. Чего же ты ждёшь? Скачивай Мех Арена по ссылке в описании и сразимся вместе. Жду тебя в игре. Итак, для того, чтобы осилить поставленную задачу, пойдём по порядку и вспомним, что у нас вообще есть в распоряжении. С чем сначала сталкивается новый игрок, который скачал бесплатно Destiny 2 на своей платформе. Ну, во-первых, это компания нового света. Это квестовая линейка, которая начинается ровно так, как начиналась игра ещё в первой части в 2014 году. Страж просыпается на космодроме в Старой России и пытается сходу въехать в суть происходящего. В этом ему помогает его спутник, призрак, и встреченный другой страж, NPC, Шоухан. Задания квеста банальные и рассказывают некоторые, но далеко не все самые базовые особенности игры. Вот твоя граната, вот твоя ульта, а вот так ты можешь прыгать. Пойди убей, собери или защити. По большому счёту это обучение. Только вот продолжительностью это обучение может в час лишним встать. После этого вам дают корабль и отправляют в город знакомиться с персонажами. У игрока, который играл в Destiny 2 ранее, но сделал затяжной перерыв, может возникнуть вопрос. А где история Красной войны? Где нападение Кабал на город? Где планеты Меркурий, Титан, Ио или Марс? Ну, всё это удалено из игры год назад. Функцию удаления контента в Destiny 2 назвали хранилище контента. Это некое абстрактное место, куда разработчики убирают невостребованный контент. Почему? Ну, тому дают много объяснений, но ты всё равно ни одному не поверишь, так что сейчас не будем об этом. Если эта тема интересна, посмотри видео у меня на канале, которые разжёвывали эту историю год назад. Или прочти в группе статью, она там, по-моему, даже в закрепе. Мы же вернёмся к выбору покупки. После прохождения сюжета и знакомства со всеми обитателями в башне, контент игры и твоё времяпрепровождение зависит от того, что ты купил из дополнений. Ну или собираешься купить. Нет, не пойми неправильно. На бесплатной версии тоже есть чем заняться. Доступны все плейлисты режимов, пвп, пве, гамбит, доступен рейд хрустальный чертог, многие квесты, некоторые ивенты. В рейд хрустальный чертог ходят сейчас и бесплатные игроки, и те, кто купил дополнение, он самый актуальный. Но если ты будешь играть с друзьями, то довольно скоро вы столкнётесь с тем, что всё уже видели, а хочется как-то побольше. И кстати да, лишний раз напомню, играть в Destiny 2 лучше именно в компании друзей, и в соло тебе будет с нуля залетать ещё тяжелее. Опять-таки, для наглядности обращаемся к Steam. Но правила и ассортимент одинаков для любой платформы, только цены отличаются, разумеется. Так что, если играешь на PlayStation или Xbox, всё то же самое будет. Итак, базовая игра бесплатна, о ней я уже сказал. Дальше смотрим дополнения. Всего в магазине их 4. Отвергнутые, Обитель теней, За гранью света и Королева ведьма. Сначала разберём Отвергнутых. Это самое старое дополнение, которое добавило в игру множество контента. Его игроки очень любят и считают одним из лучших. Часть из его контента уже стала бесплатным, а часть всё ещё продаётся, как видим. Только вот покупать его сейчас я бы не советовал. Поскольку разработчики не так давно объявили, что сюжетная кампания Отвергнутых будет доступна бесплатно всем игрокам уже с 7 декабря 2021 года. Прошу обратить внимание, что речь именно о сюжетке. В феврале большая часть контента этого дополнения будет также вырезана из игры. Так что есть смысл дождаться декабря и пройти историю Отвергнутых до февраля 2022 года. Вместе с сюжеткой и дополнением из игры пропадёт одна из локаций, которую тоже ранее вводили в игру с Отвергнутыми, Спутанные берега и некоторые задания, связанные с этим местом. В тот же момент, когда Отвергнутые станут бесплатными, 7 декабря, в продаже появится одноимённый набор, который будет давать доступ к Рейду Последнее Желание и Подземелью Расколотый Трон, а также ко всему экзотическому снаряжению Отвергнутых. То есть сюжетки не будет, но останется одна локация, Город Грёз, Рейд и Снаряга для тех, кто купит специальный набор. Его цена пока не названа, но почти наверняка она будет ниже, чем само дополнение сейчас. И вот тот набор я бы уже к покупке мог худо-бедно советовать, поскольку раз он будет включать в себя Рейд Последнее Желание, а это лучший Рейд в Destiny 2, а также все экзотические шмотки и пушки, которые в том дополнении тоже были очень крутыми, это отличное вложение, без шуток. До сих пор очень многие пушки Отвергнутых высоко ценятся в разных активностях игры. Теперь далее. Обитель Теней. Позапрошлогодняя DLC, которая добавила на карту орбиты Луну, Рейд Сад Спасения, несколько экзотиков, страйки и так далее. И, честно говоря, я не могу советовать покупать это дополнение сейчас. К сожалению, как я сказал в начале, Банжи слишком часто меняли вектор развития игры и Год Обители Теней, да, кстати, Год в Destiny исчисляется и именуется в точности как дополнение, с которых они начались. Сейчас, например, в октябре 2021 года идет Год за Гранью Света, он же четвертый год. Так вот, Обитель Теней и ее год тоже был экспериментом. В том плане, что тогда весь сезонный контент, который выходил, пропадал сразу с окончанием выбранного сезона. Так что все сезонные активности того года, как и Года Отвергнутых, более недоступны. А в сухом остатке лишь Рейд, Луна и несколько экзотов с квестами на них. Стоят ли эти экзоты для того, чтобы покупать сейчас дополнение? В отличие от Отвергнутых, если только по скидке. Пара отдельных стволов тут найдется, но все же не столь важных. В остальном же совру, если скажу, что дополнение хорошее для 2021 года. Сюжетка смотрится сумбурной. Нам тогда впервые показали пирамиды и познакомили с тьмой, но в основной сюжетке было только начало, а развитием послужили сезоны, которые, как я сказал, более недоступны. Так что, чтобы вникнуть в происходящее, если интересен именно сюжет Обители Теней, посмотри мое видео с таймлайном событий года, а мы пока перейдем к следующему DLC, к Загранью Света. Загранью Света на данный момент последнее из вышедших дополнений, самое актуальное. Оно добавило в игру рейд, новую локацию, кучу снаряжения, сюжетку и, самое главное, новый подкласс для игрока, Стазис. Это дополнение сейчас, пожалуй, самое нужное тебе из всего списка. Притом, я бы рекомендовал брать его исключительно в делюкс издании. Да, это чуть дороже обычного, но оно того стоит, поскольку включает в себя сезонный пропуск, дающий доступ к четырем сезонам с разными активностями, квестами, историями и наградами. Некоторые из них определенно стоят и потраченных средств, и времени. По большому счету, все видео, которые ты найдешь у меня на канале за последний год, как раз касаются контента Загранью Света и его сезонов. Все вот эти гайды по квестам, обзоры пушек, все это, контент этого дополнения, именно в делюкс-версии. Жирно же, согласись. Круто, но есть один нюанс, как говорится. Часть контента этого года тоже исчезнет в хранилище контента в феврале. Так что, чтобы все освоить, у тебя будет несколько месяцев, включающие новогодние праздники. Кроме того, что ты можешь купить и запустить сейчас, есть в продаже Королева-Ведьма в нескольких изданиях и некий юбилейный набор к 30-летию Банжи. Начнем с Королевы-Ведьмы. Это ближайшее крупное дополнение, выйти оно должно 22 февраля 2022 года, и будет включать в себя кучу оружия, новую локацию, рейд, сюжетную историю, новый вид вооружения и противников, и много чего-то такого, о чем пока что хитро умалчивают. Покупать его я, конечно, рекомендую, но лишь в том случае, если ты настроен брать именно делюкс издания. И вот почему. Несколько дней назад Банжи разъяснили, что подземелья, это такие мини-рейды на троих игроков, короче, классические данжи, не будут входить в стандартное издание дополнения Королева-Ведьма, а также они не будут включены в сезонные абонементы. Это значит, что в подземелья попадут либо игроки с делюксом Королевы-Ведьмы, либо те, кто купит каждое подземелье по отдельной цене. Цена эта пока не уточняется, но это явно не будет выгодным вариантом. Поэтому, как и в случае с Загранью Света, Королева-Ведьма должна интересовать тебя только в делюксе издании, плюс к нему в комплекте идет доступ к специальному мероприятию в честь юбилея Банжи. Там куча оружия и шматья, вдохновленного старыми играми студии. А еще там есть Галахорн, экзотическая ракетница, которая в первой части была просто мифом, а не оружием. Этот набор 30-летия можно купить как отдельно, так и в составе делюкса. Повторюсь. Что в итоге? По пунктам. Берем ли мы отвергнутых? Нет, не берем. Их нам скоро дадут поиграться бесплатно, а потом удалят. Берем ли мы Обитель Теней? Если очень хочется, то да, в нем есть интересный контент, и хоть часть сезонного контента этого дополнения уже убрали, оно все еще может порадовать тебя рейдом, наградами и некоторыми историями. Хоть мне это дополнение и не очень нравится. Берем ли за гранью света? Конечно. И только в делюксе здании, иначе потом пожалеешь и переплатишь. Это дополнение останется актуальным еще несколько месяцев, но и даже после него многое будет еще необходимо. Так что это DLC я бы ставил в списке на покупку на первое место. Ну а сразу за ним Королева-Ведьма. Я не знаю, насколько крутым в действительности окажется это дополнение, но наобещали нам годноты достаточно, чтобы народ ринулся оформлять предзаказы. И как я сказал ранее, только делюкс. Вообще, касаемо покупок дополнений в Destiny 2, то вот золотое правило. Брать только делюкс DLC. Тут вы не переплачиваете за пару скинов для оружия и эмблему. Вы в первую очередь покупаете контент на год вперед. Если сюжетка дополнения знакомит вас с каким-нибудь, скажем, злодеем, то, например, в течение года с каждым сезоном вам будут рассказывать, откуда он взялся, что с этим всем делать и почему мы его победили или не победили. Но это и так, грубо говоря, к тому, что сюжеты сезонов и дополнений зачастую очень тесно связаны. И вы просто недополучите очень многое в обычном издании. Оно будет как-то порезано, ободрано, и вы больше потеряете, чем приобретете. Что ж, надеюсь, я смог пролить свет на вопросы, которые тебя мучили, и ты благодаря видео смог решить, что нужно купить сейчас, а что нет. Спасибо, что досмотрел до конца. А вот этим ребятам отдельный респект. Спасибо за поддержку канала. О том, как попасть в их стройные ряды, можешь прочитать по ссылке в описании к ролику. До связи.